Рад представить моего рука Майдера. Андрею, конечно, большое спасибо. Всем здесь, факультетус, я очень благодарен. Кстати, как сказал Андрей, я надеюсь, что это будет разговор открытый, такой честный. Вот почему я постараюсь на русском прочитать эту лекцию. На самом деле у меня еще развивающий русский язык, надеюсь, что это будет достаточно понятно. А тоже дополнительно могу сказать, что если, как характеровал мой друг Андрей, я какой-то двигатель в нашем отношении, я надеюсь, что вы, в общем, не будете меня посудить, поскольку отношение сегодня может быть не очень хорошее, не двигается как можно, в принципе. Так что постараемся как можно больше понимать, какие факторы влияют точно на это положение. Я, на самом деле, думаю, что для вас, поскольку вы уже много знаете об отношении, будет немножко скучно повторить все данные последних несколько лет. Так что я буду только рисовать немножко контекста о том, что случилось в перезагрузке и сразу после. Я думаю, что после отношения Буша с Путиным в течение последних, значит, 10 лет развивалось такое отношение между США и Россией, которое могло бы характеризовать как отношение любви и ненависти. Значит, не очень надежное отношение, очень глубоко чувствительное отношение. И перезагрузка, я думаю, Обама и даже сам Путин, Медведев поняли в качестве очищения во сфере нашего взаимопонимания. Значит, очистить как-то воздух между нами. Это было достаточно в этом качестве эффективно, по-моему. Почему эффективно было и какие выводы были, они связаны, конечно. Обама с Медведевым были обе как бы современные, очень ориентированы на процесс, адвокаты и так далее. Они, я думаю, друг друга достаточно хорошо лично понимали. Они привели больше, насколько я рассчитал, больше 10-12 встреч лицо на лицо и многие-многие часы по телефону. Ну, в основном отношение, как бы международное отношение получилось еще слишком зависимо от лица и от воли одного человека или другого человека. Несмотря на перезагрузку саму и несмотря на территорию перезагрузки, которая, как я сказал, была очень как бы по-юридическому или очень как бы рационално. Но все равно они успели основать новую комиссию, двустороннюю президентскую комиссию, которая, ради бога, сегодня еще существует. Я буду больше об этом сказать позже. Ну вот, это было как скромное такое достижение, но я думаю, что в контексте можно это принять как самое главное. Ну, об этом позже будем говорить. Новый договор о стратегических ядерных оружиях, это известно вам, конечно. Ну, надо это понимать тоже в контексте, что старый договор уже, в принципе, год был неэффективен. Значит, что это было достижение ясно нужно и уже поздно, в принципе, тогда они успели это договорить. Договор о гражданской ядерной технологии, так называемый 1-2-3 agreement, тоже был достаточно большой успех. И, насколько я понимаю, уже исполнительный в контексте отношений сотрудничества ПИСЭК с Росатомом. А, конечно, у нас были многие-многие точки, достаточно много свидетельств о военном сотрудничестве, контратерроризм действия, контратерроризм, вот такие примерно в Афганистане в 2010 году были такие репетиции против терроризма. В сентябре 2010 года была такая общая американо-российская операция против одной лаборатории по границе с Пакистаном. Очень известная такая операция была, успешная в конце. И в конце мы знаем, что ради этого отношения больше тогда, сегодня уже немножко поменьше, насколько я понимаю, больше половины потребностей натовских войск в Афганистане идут через Россию. Ну, в конце мы знаем, что Афганистан это старая такая проблема, уже существовало больше 150 лет. А мы не будем это совсем вырабатывать через наше сотрудничество. Так что я думаю, что принимать Афганистан как самое большое достижение нашего сотрудничества после перезагрузки, это уже рано немножко, или может быть это как-то переоценивать наше сотрудничество. Вот, так что перейдем в сегодняшнее состояние политики и особенно подходе к России, США. Я могу рисовать контекст для вас таким образом, что один известный американский сенатор, наверное, вы его знаете, Дик Лугар, который уже больше 20 лет служил в Сенате, до этого был политиком в штате Индиана, он проиграл. Значит, не проиграл не только в общих выборах, он проиграл в выборах для места в партии. Значит, более консервативный человек победил его. Почему? Я думаю, что корпус известных и мудрых, и уважаемых таких статсменов, если можно так назвать, в Конгрессе вообще исчезает. Почему? Ну, у нас движение общее такое есть, как в других странах тоже. Ти-Парти, Окипай Уолл-Стрит, все такие, которые проведут протесты против институтов, власти, институтов денег и так далее, они просто недовольны системой вообще. Они просто противоречат, в принципе, всех предложений от власти. Им кажется, что система сама, вот, из корней сначала коррумпированная, коррумпированная, и вот почему они просто их терпеть не могут. К тому же, я считаю, что они, ну, в частности, правы. Потому что у нас, ну, примерно, берем капиталистическую холму в Вашингтоне, где большинство сенаторов и конгрессменов тратит, я бы сказал, больше 90% их времени на гонку за денег. Значит, они сидят постоянно по телефону или они ходят по вечеринкам, чтобы просить у доноров как можно больше денег для их выборной кампании. А это положение, в котором ясно, должен быть просто сначала ясно, что они не могут эффективно не только собеседовать друг с другом о политиках, а даже голосовать. Не остается достаточно времени, чтобы делать эффективную работу на холме. Даже у нас новый договор или консенсус явился по поводу агенды свободы, freedom agenda. Почему? В одном смысле можно сказать, что в конце концов дела в Афганистане и в Ираке не кончилось такими плохими результатами, которые были предсказаны. Конечно, сложная ситуация еще там существует, но аргумент против поддержников агенды свободы не таким сильным, как был. А к тому же, конечно, в контексте выборной и предвыборной кампании это очень эффективная риторика, что я, как в качестве лидера среди моих соотечественников, я поддерживаю политику свободы. Это просто звучит как золото у нас. И вот почему является таким новым консенсусом об этой политике и даже не только на стороне республиканцев, тоже на стороне демократов. Потому что это такая общая мысль понимания в Америке. Как думают наши сегодняшние кандидаты о России? Мы это, надеюсь, что мы будем это точно видеть и слышать в будущем дебате, в будущем дебате, которая будет через две недели. Ну, мы знаем уже, поскольку кандидаты прочитали речь об этом, что Обама считает, что перезагрузка одна в каком-то смысле или другом из самых важных достижений его президентства до сих пор. Ну, все равно для целей политических, я думаю, что это не считается ясной победой. Это очень трудно характеризировать перезагрузку как в качестве победы в этом контексте. Я бы сказал наоборот, какой пример. Убийство самого Бен Ладена, да, это ясная такая, яркая победа. А перезагрузка по сравнению с этой, это не победа. А вот почему для Обамы какие-то трудности в этом контексте. Даже его стратегия, известная уже, так называемая стратегия вовлечения, engagement, это под угрозой. Нету, в общем-то, свидетельств, доказательства эффективности достижения, что касается Ирана, что касается Китая, Северной Кореи и так далее. И даже последняя его агенда во внешней политике, особенно агенда о ядерных вопросах, это принято у нас как наивная агенда. Это просто считается нереальным желанием, что мы будем просто убрасывать все наши ядерные оружия, потому что, конечно, это зависит от шагов других стран. И это понятно, что Обама не имеет такое влияние, как примерно имел Реган, чтобы уговорить всех, как мистер Горбачев tear down this wall. Такого момента у Обамы просто неожиданно у нас в Америке. Что касается господина Ромни, я думаю, что по инстинкту он не антироссийский человек. Он даже мало думает, я думаю, о внешней политике вообще, особенно мало думает о России. Были какие-то слухи, что он получил доклады, он получил информацию от источников мормонских, которые здесь были в сложных, можно сказать, положениях, ради их веры. Ну, вы понимаете, что такая дела. А может быть, из-за этого он имеет какая-то ненависть к России. Ну, я не думаю, что это право. Я думаю, что, в общем, это прагматичный человек, очень, как бы, гидкий, намеренно на бизнес, в общем. Но его советники, это, конечно, другой вопрос. Он, в общем, слушает, по-моему, слушается не тех самых мудрых, самых уважаемых и воспитанных советников республиканской партии, ну, примерно Брент Скокрофт, Джордж Шултс, все такие, которые служили уже больше десяти лет назад в других администрациях. Он слушается, как бы, нового поколения, а это поколение характеризируется твердостой в отношении с Россией. И к тому же у него в окружении есть люди, которые явились сильными поддержками этой агенды свободы, и которые самые связанные, как бы, лично связанные с оппозицией в России. Оппозиционеры, вот такие диссиденты бывшего поколения. Вот почему, я думаю, он использует фразы и термины, которые мы слышаем сегодня, как Россия, так как главный глобальный противник, враг, ну, неважно, как это говорится. И к тому же, поскольку Албама сам использует или даже надеется на достижение самой перезагрузки и отношения с Москвой, это означает, что его противник, его республиканский противник в рамках выборов абсолютно должен ответить на это в обвинении. А он это делает, как эффективный политический кандидат. Ну, так что, в заключение этой темы, я бы тоже заметил и добавлял, что ни для какого избирателя в США отношения с Россией не считается vote winner. Это никогда не выиграет голосов, нигде, ни в какой штате США поддерживает улучшение отношений с Россией. Почему? Потому что нету, в общем, так называемой, можно сказать, общины, нету русскоговорящих, которые поддерживают улучшение отношений с Россией. Есть те, которые абсолютно наоборот против России. Ну, примерно, украинская вот эта община есть. В общем, бывшие советские евреи, я бы сказал, цинично относятся к России. И, конечно, как я уже сказал, среди либералов и среди консервативов есть развивающая вера в агенду свободы. Так что после выборов, если выиграет господин Ромный, губернатор Ромный, или если республиканцы вообще выиграют в Конгрессе и в разных местах, что мы можем ожидать? Я думаю, что от Москвы ожиданно будет сомнение, скептицизм и даже, как бы, впечатление враждебности. Но республиканцы и даже, как предполагаемый президент Ромный, должны будут разрешить и ответить на те же самые глобальные вызовы, которые сегодняшняя администрация видит. И это означает, что эффективное, даже как бы минимальное, нормальное отношение с Россией будет востребовано. Это означает, что тоже, что если новый президент будет, такая ирония, что да, отношение сегодняшнее, примерно, Обамы с Медведевым не продолжается. Но это означает, что будет новый шанс. Несмотря на риторику самого кандидата Ромни, когда он, в принципе, первый раз встречается с Путиным, есть возможность, что личный рапорт, если можно сказать, будет хороший. Ну, посмотрим. Но многое тоже зависит, конечно, от его назначения на главные посты. А в этом, я думаю, что есть какой-то спектр. На одной стороне есть люди, как Джан Болтон, которые абсолютно противники России, противники сотрудничества, в принципе. А есть тоже люди на другой стороне, как Стив Хадли или Баб Зелек. Так что многое зависит, от кто возглавляет Госдепартамент, от кто будет назначенным как главным постом в ответственность о России, значит, замминистра или замсекретар в Госдепартаменте, и те, которые будут сконцентрировать их действия на Россию в самом Белом Доме. А это до сих пор неизвестно. Последнее, я бы сказал, к хорошему предполагаемому республиканскому президенту, это что он, в принципе, если он намерен в такое направление, может более эффективно переговорит Конгресс в сотрудничество с разными странами, ну, включая Россию. Если выиграет президент Обама и продолжает, это, конечно, означает продолжение в общих смыслах статус-кво, может быть, новый шанс для прогресса в 2013 году, но это тоже включает, мы не должны никогда не забывать, негативные вещи, как его личное отношение с Путиным, которое, я не думаю, очень позитивное, очень продуктивное. Не забудьте, что это Обама сказал, ни Буш, ни Ромни, что господин Путин имел одну ногу в старых стилях, или старых old ways и одну в новых. Он не должен был обращать внимание лично на этого человека и прокомментировать, но он так решил. Так что я думаю, что продолжение статус-кво это имеет хорошие и тоже негативные, плохие аспекты. Конечно, если выиграет президент Обама, будет какое-то обновление политического капитала, но это не означает, что у самого президента и у его советников Россия будет приоритетом в первом очереди. Я наоборот думаю, я очень сомнительно отношусь к этим предложениям. Я думаю, что, несмотря на то, что Обама сказал Медведеву, что у него гибкость будет, я не думаю, что Россия будет таким высоким приоритетом. А последнее, я бы сказал, что если выиграет Обама, все равно, я думаю, что это абсолютно предсказуемо и верно, что республиканцы сохраняют контрол минимально в половине Конгресса и, наверное, в обеих палатах. А если так, это означает, что у нас правительство будет в двух частях, демократический президент, республиканский Конгресс, а тогда движение, в общем, не будет никаких, не видно и не чувствую, не чувствую. It won't be felt. Вот. После этого года, что я ожидаю и что я рекомендую для американо-российского отношения? Я вижу, в общем, наши вызовы, как, ну, я думаю, что это типично для американских аналитиков, как возможности тоже. Они находятся в двух общих группах. Первая группа это фундамент общего доверия, и вторая группа это развитие, можно сказать, взаимобезопасности. Так что, первое, фундамент общего доверия. Это зависит в первую очередь от ценностей, а мы видим уже сложные, достаточно серьезные проблемы с ценностями, что касается группы Pussy Riot, Магницкий, Ходорковский, которые все стали у нас в США символы. Они уже сегодня символизируют внимание СМИ, внимание самого населения США на Россию. Это очень негативное, негативного характера внимание. А к тому же мы понимаем, что сегодняшний подход Вашингтона к Россию, что касается ценностей, это вопрос связи или линкедж. Это можно так характеризовать нашу политику во сфере ценностей, но это как бы безнадежный выбор. Если Россия выбирает сотрудничество, значит, что Россия должна следовать за все ценности американские. Ну, это, конечно, бессмысленно. Россия никогда не это сделала в советских временах, в царских временах и никогда это сделает. А мы это знаем. А если Россия выбирает не сотрудничать с США, это означает, что у нас в общем не будет никакого отношения. Так что это безнадежный такой подход и выбор. Конечно, Россия боится вмешательства США в их внутренних делах, а вот почему, я думаю, российское правительство закрыл офис USAID в нашем посольстве здесь, в России. Я думаю, что это уже понятно в Вашингтоне. Они должны были провести об этом переговоре, но почему-то не были намерены в такое направление. Так что, как подходить к вопросам ценности более эффективно? В первой очереди, я думаю, что мы должны фокусировать на конкретные интересы и не на абстрактных вопросах и абстрактных как бы теоретических вариантах вопроса ценности. С первого у нас есть уже существующие общие договоры, договор Хелсинки, ОБСЕ, а есть тоже это не между нами, в смысле включая США, но это все европейский договор о человеческих правах. Конечно, к тому же у нас американцев есть достаточно много сегодня коммерческих интересов в России, даже в городе Москве, как вы наверное знаете, больше 10 тысяч, насколько я знаю, цифры американских граждан. Я думаю, что обращать внимание на факторы ценности, которые влияют на их интересы, это абсолютно взаимопонятно. Это будет понятно и российским чиновникам, и американским. А можно в этой связи провести переговоры о улучшении примерно эффективности судей, о защищении права имущества и так далее. И к тому же, конечно, есть у нас уже платформа, есть площадка, где заниматься этими вопросами, а это составляется двухсторонной президентской комиссией. Так что надо сохранить конечно эту комиссию как можно более эффективно. Последнее я бы сказал в этой связи, это уникальная возможность самого президента Обамы. Он может объяснить положение с сеностями в России в связи с его как личными политическими делами в Вашингтоне. Он может характеризировать отношения таким образом, что вы должны помогать мне, помогать вам. Если вы что-то хотите от Вашингтона, тогда я это только могу оправдать перед нашими политическими деятелями и зрителями, если вы не вызываете ужасные такие headlines в СМИ о делах касающихся человеческих прав. Так что это такой политический подход, хитрый, который я думаю может быть эффективным. Я думаю, что постоянный приоритет между нами, чтобы развивать взаимодоверие, это выработки безвизового режима движения между нами. Значит, визовый travel. Я не вижу никаких причин, почему сегодня надо ограничить движение в Россию и обратно в США в каком-либо смысле. Я думаю, что это может быть совсем открыто, что наши службы безопасности достаточно внимательные, эффективные, чтобы найти и поймать, если там какие-то непредсказуемости или преступности будут. Конечно, замены происходят до сих пор во сфере музыки, спорта и культуры. Факт, что у нас сегодня посол США в Москве лично знаком с многими российскими гражданами, экспертами и политическими лицами, я думаю, что в общем это принято как хорошее дело. Факт, что он тоже как я может быть имеет русский язык, может иногда с многими ошибками, но все равно это попытка улучшить качество отношения. Я думаю, что это тоже со стороны развития двусторонной доверия это хорошее дело. Последнее я бы заметил, что есть у нас сегодня по сравнению с может быть 10, 20, 30 лет назад многие двусторонные программы, примерно тот, который назвал Андрей «Дартмутские диалоги». Это уже старая программа, но у нас существует сегодня новое поколение, в котором участвовал Андрей, Миша Троицкий, Юлия Никитина, Сергей Василовский и другие из МГМО и другие известные молодого нового поколения аналитики. еще что касается доверия, я думаю, это сохранит институционный уровень нашего отношения, это больше всего означает защищать и укреплять незнаменный институт двухсторонной президентской комиссии. Это был основан конечно уже в 2009 году, но это в каком-то смысле продолжало работу существующую комиссии Гора Черномерина, которая раньше существовала. Сегодня у нас больше 20 рабочих групп, они фокусируют на вопросы энергии, окружающих сред, ядерные вопросы, counter-terrorism, counter-narкотикс, гражданское общество и все разные такие вопросы. Это очень, насколько я понимаю, гибкий институт, гибкий институт, они используют какие-либо эффективные меры, в принципе, и чем точно отличаются от бывших институтов в нашем двухсторонном отношении, они должны быть заинтересованы в самом сотрудничестве и не только в задании их начальников, значит, они должны прямо связировать друг с другом по интернету, через имейл, по телефону, как у нас всегда было правило, у нас привычка, конечно, была более формальная, если вы не посылаете официальное приглашение, тогда вы никогда не услышите от министерства. Насколько я понимаю, принцип этой комиссии это снизит уровень формальности в нашем отношении, чтобы были такие связи между нашими чиновниками, я думаю, что это очень важная вещь, через которого развиваются взаимодоверия в нашем отношении. Ну, конечно, все равно мы подходим к, можно сказать, красной линии ограничения бюрократической системой, которая ограничивает точно это взаимодоверие и, можно сказать, перспективы для сотрудничества внутри самой комиссии. Какие примерно это на нашей стороне существует и на вашей стороне. Есть такие постоянные бои между отделами и самыми министерствами внутри правительства, ну, значит, вопросы как бы имущества, финансирования и сам TERF, мы так называем по-английски. Есть такие старые боевики холодной войны, которые еще до сих пор действуют себя как бы таким образом. Для нас очень неудобно, очень просто, я имею в виду для нашего поколения, очень просто непонятно. Но все равно так действуют себя, они еще до сих пор занимают разные важные места, и это означает, что они могут блокировать. Как блокировать? Чем блокировать? Просто молчанием. Если они ничего не делают, означает, что дела там, у них кончаются. Так что это серьезная опасность. И конечно есть те, которые в принципе желают сотрудничать, но у них многие другие внутренние приоритеты, они должны больше времени тратить на них, чем на международные дела, которые не находятся в их папках. Если человек ответствен за здравоохранение, зачем? Зачем он должен провести видеомост или какое-то мероприятие с американцами или с российскими. Это понятно. Ну, еще большая опасность. И последнее, конечно, даже сам комиссия, несмотря на то, что она разумна и очень намерена и достаточно крепко построена, все равно она зависит от политической воли самых президентов. А если исчезает эта политическая воля, тогда я боюсь, ну, примерно при другим президентам или других условиях, я боюсь, что исчезает сама комиссия. А последнее, конечно, важный фактор, что касается доверия, это двухсторонная торговля. Насколько я знаю, объем нашей двусторонной торговли сегодня составляет где-то больше 40 миллиардов долларов, а это развивается из примерно 9-го года, когда это было 24 миллиарда и 10-го года, когда 36 миллиардов, насколько я прочитал, но это еще до сих пор составляет меньше 1% всей торговли США и меньше 2% торговли России, так что это не очень значительный фактор, как может быть. Конечно, Россия наконец вступала в АТО, это, конечно, хороший поворот в нашем двухсторонном отношении, но все равно вы видите сам спор в Вашингтоне, в Конгрессе, о том, что если мы не принимаем новую резолуцию о ПНТР, Джексон Венексе, такие вещи, которые должны быть известны уже вам, мы теряем все выгоды этого вступления России. Россия имеет сегодня подход так называемый открытый для бизнеса или модернизации, а я думаю, что в этом же подходе находится самая главная возможность для нашего двусторонного отношения. Это означает, что мы должны продавать вам машины, софтвер, все такие товары, потребности, которые россиян вообще требуют. Американские товары здесь, насколько я вижу, очень популярные. Я понимаю, что машины Ford Focus были самыми популярными уже три-четыре года, а я знаю, что конечно тяжелые машины для строительства больше всего производят американцы, даже здесь в России. Ну, я думаю, что дополнительно к этому нужна технология тоже менеджмента. Это означает, что если мы будем больше взаимопонимать друг друга, мы должны тоже подходить к вопросам человеческого фактора в бизнесе таким же самым образом. это требует больше, ну, как я уже назвал, замены в сфере менеджмента, ну, примерно, если какой-то высокопоставленный человек в частном секторе проводит больше времени в США или наоборот в России, это будет полезно, по-моему. Так что замена такой новой востребован. Последняя как бы глава лекции, это о развитии общего безопасности. Во сфере евроатлантического пространства я думаю, что нам нужно новый принцип, а это называется новый атлантицизм. Что был атлантицизм 10-15 лет назад? Это было движение на Западе, включить в Запад сам бывших членов Варшавского договора, значит, Польша, Чехия, Венгрия и так далее. Что значит сегодняшний новый атлантицизм? Это должен быть выработки всех вопросов взаимобезопасности между Западом с Россией, включая этих серых зонов, которые существуют сегодня между нами, примерно Украина, которая самая большая часть таких зонов. Я думаю, что разрешение противоречия об Иране самое главное. Почему я это характеризую как противоречие? Потому что мы, американцы, говорим, что Иран никогда не доступит ядерное оружие, но все равно конечно мы строим систему ПРО. Россия спрашивает, если Иран никогда не будет иметь такая возможность, зачем вам надо система ПРО. Я думаю, что если мы концентрируем на именно этот вопрос, я думаю, что это будет для нас самый выгодный подход, потому что это абсолютно сложный, но все равно резолвable такой вопрос. Замороженные конфликты, поскольку я много тратил времени на эти вопросы, конечно опасны может быть новая война или новая волна убийства и провокации в Нагарном Карабахе, но наоборот в Приднестровье мы видим окно возможностей, которое закрывается, но все равно до сих пор это открыто. А если мы двигали вперед в этом контексте, я думаю, что мы могли бы доказывать, что прогресс возможен в нашем отношении. Я думаю, что новая попытка нужна в сфере исторического примирения, я думаю, что это востребовано все больше и больше, когда поколения стараются стареть, потому потому что если поколение, которое жило при советской власти, поколение, которое прошло войну, исчезает совсем, это означает, что никто, который имеет личное понимание тех событий, которые были, самые сложные чувствительные события, не может принимать участие в примирении. А это, я думаю, угрозит эффективности таких процессов. Я думаю, что эффективные модели существуют между Россией и Польшей, а при председательстве Украины в ОБСЕ можно принимать вот именно эти примеры как для примирения других стран, которые до сих пор не участвовали. Украина сама это самый хороший пример. Что касается энергии, конечно, у нас общие ресурсы, особенно на данном севере, а вот почему нам нужна общая подход к этому. Я думаю, что новые технологии у нас в США фракинг unconventional газ, конечно, угрозят монополию Газпрома в Европе, но все равно это тоже предполагает путь для развития газа из России. Ну, конечно, мы, американцы, должны быть открытием к сотрудничеству с Россией в этой сфере. Вопросы региональной безопасности, конечно, примерно сегодняшняя так называемая арабская весня, они связаны с вопросом ценности и доверия, которое я уже назвал. Я думаю, что ни одна сторона хочет увидеть в этом контексте развивающую сферу влияния. Я, наоборот, думаю, что мы просто не доверяем друг другу в сфере наших намерений. Я думаю, что возвышение Китая и Азии вообще означает, что будет новый фактор в нашем двусторонном отношении, а это будет очень фактор, который влияет к нестабильности, по-моему. Последнее Афганистан, это я уже назвал как можно сказать сферу де-факто сотрудничества между нами, поскольку мы уже используем северную российскую дорогу для, насколько я понимаю, 40% грузов, которые входят в Афганистан. Но мы до сих пор неэффективно рассчитываем российские интересы в Афганистане. Примерно, конечно, наркотрафика это серьезная угроза не только для России, а для своих союзников в Средней Азии, в этой сфере я думаю, что единственный эффективный путь будет сотрудничество точно между ответственными договорами, значит, между натовскими войсками и ОДКБ войсками. Я думаю, что Россия очень боится дестабилизация Централной Азии изламистами. Я думаю, что этот фактор для нас важен, но больше принимается только в контексте терроризма. А это должно быть понимать тоже в контексте политических действий в самых государствах. В заключении, что я могу сказать, что если мы сохраняем исторический перспектив, мы понимаем, что 30 лет назад я, в принципе, не мог бы здесь стоять, не мог бы здесь прочитать лекцию, 20 лет назад мы, значит, американские, перестали обращать внимание на вас, на русских, и 10 лет назад вы перестали обращать внимание на нас. Так что, конечно, в историческом перспективе были серьезные сложности, но если мы смотрим на сегодняшнее существующее отношение, проблемы есть, материалы и места существуют, чтобы укреплять фундаменты отношений больше всего, чем было. А как я назвал, мы должны сконцентрировать на этой сфере взаимодоверия и общего безопасности. Это будет очень трудно, может быть, самое трудное, длинное, и, может быть, в конце концов, самая худшая дорога для улучшения наших отношений, но кроме того, что, как сказал Винстон Чирчилл о демократии, это лучше всех других. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо вам большое за ваше выступление. Вы, когда говорили о советниках Миттеронии, вы упомянули так называемое новое поколение людей, которые не могут занимать более жесткую позицию по отношению к России. Вопрос, почему они так думают, на каких идеях, от каких идей они отталкиваются, что их побуждают занимать такую позицию? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Я должен немножко уточнить, я не думаю, что, в принципе, все из нового поколения так думают, но те, которые сегодня до сих пор находятся внутри компании самого человека, ровнее, они так думают. Почему? Потому что они с первого должны были сконцентрировать на победу в предвыборной компании. Это означает, что они более фокусированы на провоцировании и не на проведении эффективности в политике самой. Конечно, они могут менять их мнение, но поскольку молодые, новое поколение в республиканской партии в принципе только имело влияние, даже если они тогда служили уже при администрации Буша, означает, что их образцы действий больше похожи на администрации Буша. Это означает, что они поддерживают в общем агенду свободы. Вы понимаете, что это означает. Они смотрят на сегодняшнее положение мира. Они что видят? Они видят, что Россия вообще не главный фактор в международных отношениях. Второе, они видят как бы новую волну свободы, как неизбежной волны свободы в Ближнем Востоке. И вот почему я думаю, что люди, которые в разных других смыслях очень умные и надежные люди, именно в связи с отношением с Россией, они цинично и не очень ответственно действуют в себе. Пожалуйста. Меня зовут Владимир, первая регистратура между политикой и главатей. Не могли бы вы прокомментировать свой тезис о том, что высвешение Альфа, ждяя более быстрый рост, сейчас может быть дестабилизирующим фактором в отношениях между Россией и Евгением? Я думаю, что это очень просто. Мы с Андреем уже занимались этой идеей немножко на выходных, чтобы вырабатывать какой-то новый тезис. Ну, это просто так видит, что касается Китая, Китай до сих пор не чувствовал, как бы не полностью чувствовал свой вес на международных ценах. А Китай будет, наверное, в будущем узнавать в каком-то непредсказуемом контексте, как он может влиять на других стран. В этой связи я не ожидаю, что он только обращает к нам, к Вашингтону или только к Москве. Это будет какая-то конкуренция за влияние и за внимание Пекина. Так что вот первая причина, почему я вижу это как дестабилитизированный фактор. Второе это из наших обеих сторон. я не вижу возможностей, ну даже скажем только с американской стороны, я не вижу открытости от нас к разговору серьезного характера с Москвой об Азии, вообще о Тихоокеанском регионе, даже об экономических там вопросах, потому что ну ясно конечно по цифрам Россия там не самым большим игроком и тоже по традиции да Москва сама сконцентрировала на западное направление а мы всегда относились к Советскому Союзу и к России тоже как в этих рамках. Вот почему если не будет такого разговора между нами тогда я думаю что мы их что мы каждый отдельно будут предполагать Пекину когда они готовы к этому или сотрудничество или может сказать как бы детант а если мы это отдельно сделаем тогда я думаю что де-факто влияние на наше двусторонное отношение будет очень непредсказуемо пожалуйста да у меня два вопроса к вам во первых возможно у нас плодотворность отруча между Россией и США при отсутствии США в общем-то ясного понимания своего партнера так как в принципе ясно что Россия не является сегодня основным скажем так не входит в круг основных интересов в Соединенных Штатов в принципе и количество экспертов по России сокращается всего возраста те что превалируют это в основном эксперты по Советскому Союзу которые накладывают свое видение вот прошло на сегодняшний день и в принципе даже показательно в общем-то встреча в свое время с Хивари Клинтон с Путиным когда вот эта знаменитая кнопка reboot там на русском не перезагрузка а перегрузка овероуд это больше вопрос переводчиков чем эксперт одно ну просто то что это показатель что не контролируется в принципе особенно качество и второй вопрос какими в принципе интересами США могло бы поступиться ради сближения с Россией к примеру мог бы Вашингтон усилить в Афганистане борьбу с наркотрафиком осложнив те самые обстановки но улучшив самоотношения с Россией что касается второй вопрос общий интерес и например наркотрафика я в принципе не вижу никакие способы улучшить внимание США на общие интересы и общие вызовы только ради отношения с Москвой я просто не думаю что мы принимаем такую логику как эффективно в Вашингтоне значит замен в контексте переговоров замен интересов это конечно всегда возможно но если переговоры не идут тогда таких действий не будут а до сих пор конечно желание к этому очень ограничено в Вашингтоне все равно я думаю что подход Обамы с начала его президентства значит в девятом году когда он объяснил Медведеву как примерно вот вы ясно у нас у нас развивается какая-то как риторический конфликт об Афганистане да как как был как шел уже об Ираке это было известно ну вы понимаете что если мы в Афганистане проиграем тогда те же самые боевики которые сегодня вот исламисты и так далее которые сегодня там находятся будут скоро у вас или в Средной Азии или в Северном Конкассе неважно вы понимаете да он спрашивал Медведева и Медведев конечно это понимал да ну это была такая общая логика я думаю что такой подход или от вас или от нас может быть эффективным но только на основе взаимодоверия и сегодня не хватает взаимодоверия так что надо с первого сконцентрировать на сокращении того что есть и улучшение такие меры такие способы для взаимодоверия первый вопрос был об экспертизе о России и по советских вопросах я думаю ну вот да правильно очевидно что больше американцев в последних 10 уже 20 лет выбрали ну можно сказать языки они выбрали study abroad такие возможности и конечно не учили учили больше всего о Ближнем Востоке об Азии о других регионах кроме России это было очень у них прагматичное решение у нас финансирование для учебы русского языка нету в общем как как вы предполагали профессора такого поколения которые были действующими лицами во время холодной войны вот это поколение уже исчезает почти так что это в принципе правильно но с исключением что у нас идет чисто рыночная система об экспертизе в Вашингтоне я не говорю что это будет как бы экспертиза самого хорошего самого высшего качества но развивается очень быстро если будет востребована таким экспертизам тогда достаточно быстро я думаю можно организовать качественный совет кому-то нужно но сегодня вопрос больше о потребности этого экспертиза чем существование самого да господин граждан спасибо за Ваше выступление мой вопрос состоит в следующем зачем Украина стремится развивать сотрудничество с Западом пытается наладить партнерство с НАТО и возможно даже в будущем надеясь туда вступить в принципе понятно вопрос зачем это нужно Соединенным Штатам нужно ли вообще и как это влияет на взаимоотношения России с Соединенными Штатами и еще меня заинтересовали Ваши слова насчет украинской общины в США которая пытается как-то воспрепятствовать взаимоотношения в России и Соединенных Штатов можете Вы как-то это расширить этот тезис спасибо спасибо за вопрос особенно об Украине я только что возвращался из Киева я что касается общины украинцев в США очень просто это постоянно так было если если Вы путешествовали в Вашингтоне может быть Вы заметили я думаю что это на углу стоит улицы Пи буква Пи и 20 улицы там стоит памятник Шевченко что на этот памятник написано там написано за спиной достаточно длинный такой параграф но в основном говорит что этот памятник свободе народов Восточной Европы от Конгресса Америка к этим бедным людям значит это был как бы значок такой знак во время холодной войны доказывает лоялности и интереса наших действующих политических лиц к движению свободы вот этих самых украинских диссидентов и общины США которые состоятся до сих пор и тогда особенно большинство из этих из западной Украины особенно это не только вопрос запад против востока внутри Украины это вопрос ориентации этих людей их исторического опыта который конечно вы понимаете было по-другому во время войны чем те которые оставались в Украине потому что если бы те которые уже были на западе или в Германии или уже дальше на западе возвращали бы в Украину в Украинскую Республику Союза это означало бы что они были приняты в качестве изменников Родины это ясное дело я это изучал это был мой тесис долго назад а вот что касается нашей интересы об Украине американский я думаю я думаю что Украина находится находится в крайних случаях в третьем или четвертом уровне наших приоритетов но все равно вы должны понимать что возможности и внимание Вашингтона не только состоится внимание самого Конгресса и президента если значительная часть чиновников значит дипломатов в госдепартаменте или ну тех высокоподставленных советников Конгресса принимают на себя интерес к чему-то это означает что они могут по стипендию двигать в период или к хорошему или к худшему а я думаю что примеры обоих подходов есть в связи с Украиной это больше всего дела нашей так называемой Хелсинкской комиссии при Конгрессе которая больше всего фокусирует на вопросе третьего измерения Хелсинкского договора значит человеческих прав и так далее а с другой стороны это вопрос наших военных ведущих которые хотят не только расширить влияние или возможности НАТО но иметь больше как можно больше отношения выгоднее да это конечно для них очень выгодно иметь отношения с офицерами в Украине если будут какие-то неожиданности примерно на Черном море да как ну восьмом году было для них очень важно что они были в контакте с украинскими офицерами чтобы узнать что там происходит как может США или НАТО как группировка поддерживать стабильность в этом контексте чтобы конфликт не расширается я думаю что это их достаточно честный как сбалансированный интерес и есть интересы сообщества бизнеса которое сегодня не очень значительное я думаю что наше двусторонное отношение с Киевом со стороны торговли состоит где-то скажем инвестиции прямая инвестиция это где-то больше одного миллиарда долларов так что это значительно но потенциал есть еще на развитии пожалуйста да пожалуйста еще один вопрос в связи последних событий с после рай еще раз последних событий связанных с после рай насколько сильны антироссийские настроения в обычном среде обычных американцев да есть конечно но конечно важно разделить между антироссийскими чувствами и антипутинскими чувствами я думаю что для тех которые вообще обращают внимание на внешние политики это мало может быть процентов 10 максимально наше население больше всего это антипутинское чувство но для других опасность находится не в том что они знают точно что произошло с после рай что они обвиняют россию в чем-то опасность находится в том что они слышали какие-то слухи о России что в России существуют опасности что неприятности там находятся до сих пор они связывают если правильно сказал эти слухи с памятями холодной войны а тогда если в течение кампании выборной кампании кто-то решает вызывать эти чувства не только кандидаты самые конечно есть кандидаты на разных уровнях местные кандидаты кандидаты к конгрессу и так далее и тоже есть такие так называемые сургат тот который занимает место кандидата когда он сам не может там выступать примерно в местном где-то совете и так далее многие многие из них поскольку сегодня самый уважаемый и памятный памятный американский республиканский политик это реген стараются показывать что наш сегодняшний подход это точно подход регена мы очень строго относимся к москве а это может быть принят простых простим людям как новая холодная война понимаете все больше нет вопросов да пожалуйста вот как вы упомянули в США считают что в России проблема с правами человека как вы можете прокомментировать тогда тот факт что в самой демократичной стране мира был выпущен фильм в котором мусульмане всего мира смотрели в общем-то оскорбление их религии и это спровоцировало беспорядки по всему ближнему востоку и не только я таким образом отвечу что с первого у нас происходит много еще более неприятно чем это это результат того что у нас на самом деле очень широкая сфера общественного общественное мнение и общественных таких разговоров абсолютно невозможно даже если у нас желание было это контролировать это абсолютно невозможно слишком глубоко в культуре и в законах а во-вторых я бы сказал что это доказывает что у нас развивается новая проблема именно с такими силами которые приняли этот фильм так обидно мы до сих пор не знаем как относиться к ним как я сказал большинство нового поколения надеется что они будут принимать те же самые мечты которые восточные европейцы и даже сами россияне во время холодной войны принимали мечты о свободе о рыночной экономике но свидетельство по-моему идет точно наоборот это доказывает что когда у них свобода есть за кого они голосуют да мы видим экстремистов так что я боюсь что это вопрос без довольного ответа если можно сказать все да еще я хотел еще уточнить по поводу моих вопросов то что нету сегодня в общем-то запроса на экспертное мнение по поводу России свидетелья о том что в общем-то политика Обамы идея перезагрузки была ли это все-таки искренне какая-то попытка идеалистическое какое-то мнение по типу нулевой суммы ядерной или это был просто риторический ход в общем-то нет это были больше конечно риторики если бы была только риторика тогда я думаю что ни один из американских отделов секретариата например в разных департаментах есть отделы которые ответственны в принципе за международное сотрудничество они не были тратили даже ни одну минуту на это так что я думаю что это было искреннее такое желание от самого высшего уровня он приказал всем следовать за это но и вот почему комиссия сама начала таким чувством оптимизма но к сожалению сегодня чувство снизилось я думаю что уровень и возможност политической воли тоже снизился и надеюсь что это возвращается или во втором туре Обамы или во втором сроке Обамы или в принципе тоже может быть при другом президенте надеемся еще вопрос вы говорили об установлении общего доверия между США и Россией чтобы установилась доверия нужно чтобы кто-то сделал первый шаг если Соединенные Штаты не заинтересованы в том чтобы укреплять свои отношения с Россией какие бы в общем-то должна совершить действия Россия чтобы установить это взаимное доверие ну вы понимаете что факт что нет общего интереса ясного такого как бы неизбежного интереса в Вашингтоне к улучшению сотрудничества с Россией не означает что никто это не понимает может быть будущий советник национальной безопасности будет это понимать а если это для него для этого человека приоритет если для госсекретара если для самого президента есть многие способы через которых он может помогать ну самое главное с нашей стороны это не ну как принимать первый шаг как искусственное политическое дело это найти реальные интересы которые мы на всякий случай принимаем примерно в Афганистане примерно что касается бизнес примерно интересы наших самых гражданов которые здесь живут и работают вот почему я предполагаю те варианты которые не как бы связаны с идеологией потому что я думаю что сегодня идеология очень неполезна в этом контексте не из обеих стран да пожалуйста скажите пожалуйста у меня вопрос относительно выборов и выборных дебатов в чем причина поражения Обамы во время дебатов ведь перед ними он лидировал в кандидатной гонке а дебат показать совершенно другую ситуацию и почему Обама в этих дебатах выступал недостаточно жестко хотя вероятно он знал что Роман все-таки человек придерживающийся жесткой линии и он будет атаковать позиции президента действующего в связи с тем что сам он тоже хочет занять этим постом это вопрос для спекуляции на у всех я думаю только да ну личное мнение как все примерно я здесь сказал это личное мнение меня но я как думаю я думаю что Обама наверное просто серьезно не не подготовился как подготовился Роман не только со стороны времени а больше всего со стороны подготовности к борьбе он ожидал что вот я в общем уже победил этого человека все понимают что я уникальный феномен я первый как черный президент США я более умный человек может быть я провел несколько уже эффективных политики я спас я спасил свою нацию из экономического кризиса я думаю что он сам ну вот чтобы чтобы стать президентом в первом очереди человек должен иметь достаточно эгоизма что в принципе он а я просто честно искренне говорил что он может терять себя в этой конкуренции которая сегодня происходит у нас а я боюсь что на обеих сторонах есть значит у республиканцев у демократов есть возможность просто терять как бы главные целы зачем они борются друг с другом да или это станет просто чисто личным делом или это станет как бы должность которую они просто не хотят принимать на себя а я боюсь что в дебатах мы сейчас будем увидеть будем видеть больше такого действия где они просто да с политической стороны принимают серьезно их должности но со стороны политики споры не будут очень как бы точные и реальные это я боюсь это то что мы уже видели все спасибо вам всем спасибо Андрею спасибо спасибо спасибо